11.06 в Кирове 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 проверяем сейчас город на два параметра вот этих вот частиц, двух разных диаметров. Ну, мы хотим, да, мы хотим заняться мониторингом концентрации вот этих мягкодисперсных частиц. Потому что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, каждое 10 миллиграмм, да, или там сколько? Да, влияет на смертность, на 7% повышает. То есть, это прямое влияние, это и на бюджет, да, на здравоохранение, это и на экономику, потому что люди быстрее умирают. И вот все эти вещи, мы это никак не отслеживаем. То есть, чтобы понимать, все равно надо хотя бы проводить первые исследования. Раз наши чиновники, да, которые должны отвечать, не считают эту проблему, ну, наверное, как им показать. И лучше сделать это исследованием, конечно. Да, дело в том еще, что в 2017-м, по-моему, году появился закон, который говорит о том, какая концентрация в воздухе вот этих частиц должна находиться. ну, то есть, получается, организации, которые там официально аккредитованы, они обязаны, в общем, концентрацию эту измерять по закону, а у нас как бы это не делают. Предприятие вы имеете в виду, да? Ну, Росгидромет, они должны, по идее, это делать, но... В Кирове не измеряют. Да, в Кирове не измеряют, хотя по закону обязаны это делать. А что является источником этих частей? В основном это автотранспорт, то есть, передвижные источники загрязнения. Вообще, в целом, у передвижных источников, передвижные источники генерируют больше 50% вредных выбросов. То есть, от шины истираются, это ухлопные газы. Да, ну, в общей доле загрязнений, то есть, загрязнение от автотранспорта больше, и как раз источники PM2,5, PM10, это шины, истирание шин, дорожного полотна, выхлопные газы, ну, вот это всё, то есть, и 90% это создаёт личный автотранспорт, потому что, да, количественно его больше. Я сейчас ещё перебью Игоря. У нас тут появилось откровение такое, что у нас многие покупают автотранспорт дизельный, да, и снимают катализаторы, чтобы быстрее ездить, и от них, от выходных газов вреда больше, чем от КамАЗов, от старых, и от автобуса с пищным туполем. Там просто зашкаливают приборы, там просто сразу человечек красный, 9-9-9-9-9. То есть, мы сами себя убиваем по большому счёту. Я вот не сильна в технической части, но я видела, да, комментарии, люди писали о том, зачем они это делают, то есть, у них было там какое-то обоснование, но упиралось оно в основном, насколько я поняла, в экономию. То есть, просто какая-то экономия денежных средств, я не знаю, там расход топлива или что. Ага, я пропустила у нас. На линии Григорий Поскрёбышев, координатор движения «Чистая вятка». Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. И вот мы у вас хотели спросить, вы наверняка в курсе, как сейчас в городе мониторится ситуация, состояние воздуха, есть ли какие-то данные, где их можно посмотреть. В общем, как это всё происходит у нас? Наверное, единственный сейчас такой самый сводный доклад, который имеется, официальный документ, это доклад о состоянии охраны окружающей среды, его выпускает Министерство экологии местное. В настоящий момент имеется мобильная лаборатория УСЭС, ну или Роспотребнадзор, это очень закрытый орган, получить у них данные практически невозможно, сколько бы мы ни делали запросов, такого ответа нет. Значит, также в Министерстве охраны окружающей среды есть специалисты, работающие с МЧС, и в течение двух часов по звонку они выдвигаются с МЧС и мобильными устройствами до 20 показателей, которые отбирают пробу воздуха, ну и, соответственно, потом уже происходит аналитик, то есть поймать загрязнение можно. Как это работает? Есть городской дежурный, туда поступает сигнал, и я так понимаю, это уже мои домыслы, не утверждения, он как раз и сотрудничает с Министерством чрезвычайных ситуаций городским, ну а те уже берут с собой специалистов для того, чтобы непосредственно отобрать пробу воздуха. Как я слышу, то, что там звучит МЧС аббревиатура, то есть это при каких-то какая-то чрезвычайная ситуация должна произойти? Ну, как правило, да, но я вам могу сказать, что исходя из моего личного опыта, даже как гражданина, они просто как представители НКО. Я обращался в Роспотребнадзор, их мобильная станция, то есть, проще говоря, газелька, на которой в кузове лаборатория, ну, закрыта газель. Они приезжают через несколько дней, ко мне приехали через несколько дней, поскольку не чрезвычайная ситуация. Ну, естественно, они ничего не поймали, естественно, они ничего не уловили. Вот у них такой подход, а когда наверняка вмешивается МЧС, там действительно в течение двух часов реакция происходит, может даже быстрее. Поэтому вот такие дела. А на постоянной основе какие-то замеры производятся, то есть плановые? Вот то, что вы хотите предложить, это стационарное аналитическое такое устройство мобильное, такого нет, к сожалению. Еще при жизни Марата Ашировича Френтеля, уважаемого нами человека, известного всем, да, общественника, его специалист вот на базе Росгидромета предлагал установить, просто купить на Алиэкспресс датчики, они стоили примерно 10 тысяч человек, и просто натыхать их где только можно, на территории города и области. К сожалению, на это они не пошли, потому что есть федеральные структуры, есть какие-то свои договоренности, есть лицензирование, аттестация, это все довольно сложно. Но, в принципе, такую систему установить можно и следить в онлайн-режиме за состоянием городской атмосферы с планшета или с планшетов или в каком-то хорошем компьютере, например, МакПро, хотя Мак не надо рекланировать. Григорий, 30 секунд буквально, вы сами как оцениваете состояние воздуха в Кирове? То есть, есть у вас, возможно, какие-то данные неофициальные, сами замеры делали? Сам замеры не делал, а самые грязные места в городе это низины, куда скапливается угарный газ, 60% загрязнения это выхлопы автомобилей, основные места это производственная Щурса и Блюхера и Ленина, самые грязные точки в Кирове. Установка, значит, это было установлено по загрязнению в том числе снега. В свое время и Хабел занимались, и ЧЖ. с этими мерами. Простите, Григорий, а вот эти вот загрязнения на Блюхера, вот в этих участках, которые вы назвали, что с ними? Там нужно закрывать рот ладонью? Там нужно разгружать трафик, нужно разумно, современно, как по 21 веку, отходить к налаживанию трафика, к посадке зеленых насаждений и к смене автотранспорта с тазиков бензиновых и дизельных на современные гибриды, ну, в будущем, может быть, электромобилей. Григорий все совершенно верно говорит. Григорий, спасибо большое за ваш комментарий. Это был Григорий Поскребышев, координатор движения «Чисто вятка». Мы прервемся буквально на 30 секунд. Продолжаем дневной разворот. Говорим сегодня о состоянии воздуха в городе. У нас в гостях Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», и Игорь Багин, организатор движения «Красивый Киров». У вас сегодня очень плохо. А еще у нас в гостях датчик определения состояния воздуха. Ого, он очень новомодный. Он даже, у него есть самостоятельный экран. Я почему-то представляла, что это какие-то несколько трубок, и там есть какая-то шкала, которая совершенно непонятная ни для кого из обычных смертных. Датчики, которые мы хотим установить, это один из тех, среди которых мы выбираем. Он показывает, вот здесь слева можно видеть показания, он считает индекс качества воздуха. Индекс качества воздуха придуман для того, чтобы как раз для простых людей было понятно, хорош сейчас воздух, плохой, то есть там есть несколько шкал этих загрязнений. Человек зелененький, значит, все хорошо. У нас в студии можно дышать. От 0 до 50, да. Можно дышать, только у вас очень душно. С2 у вас в красной зоне 2000. Да. То есть, ну и все вот эти датчики, которые мы смотрим, они в основном показывают индекс качества воздуха. Он рассчитывается по-разному, разные есть методики. Вот этот прибор AirVisual и компания, их производят в Швейцарии, они рекомендуют смотреть на индекс качества американский. Есть еще индекс качества воздуха китайский, они немного по-другому там его считают. Есть еще у других стран тоже свои индексы. Они как-то сильно отличаются? Ну, да, есть некоторые государства, которые пытаются сделать вид, что воздух у них чище. Да, то есть в США более жесткие требования к качеству воздуха, в Китае, соответственно, они более мягкие. Ну, они мягче, чем в США, но жестче, чем в России. Да, и вообще в России вот эти нормы, на которые, допустим, официальная служба ориентируется, они мягче, чем в европейских странах, чем в Канаде, в Австралии, в США, в Китае и так далее. То есть с этими датчиками мы тоже могли, ну и сами можем ориентироваться уже на нормативы, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения и, допустим, на индекс качества воздуха, который предлагают в США и в Китае. А вот эти установленные датчики, информация от них, она куда-нибудь будет поступать, чтобы мы все видели общую картину? Да, именно в этом весь план, чтобы было доступно абсолютно любому человеку пустить эти телефоны и всего прочего. То есть данные будут выгружаться на максимальное количество сервисов, в котором мы сейчас очень долго, мы уже месяца два с половиной, наверное, договоримся и с производителями, вы выбрали все-таки по цене, качеству, самый оптимальный вариант, чтобы не уйти в слишком дорогие вещи. И договоримся с сервисами, чтобы все показатели онлайн выгружались, то есть Sony вот заход с телефона и смотрит, ага, сегодня там в районе ЦУМа довольно грязно, допустим, по кармасту получше и там можно выбрать какой-нибудь маршрут до 100, допустим, или там какие-то другие вещи. Ну и плюс это, конечно, все-таки нужно для того, чтобы все-таки поняли, есть у нас проблемы или нет. Если есть, то ее как-то решать. Ну, я так понимаю, эти данные еще будут храниться, то есть их можно будет сравнивать период к периоду, то есть если принимать какие-то меры, я надеюсь. официальная методика вот для таких, ну, у них стоит вот в этих станциях датчики лазерные, официальной методики, утвержденной нашими нормативами местными, их нет, то есть сейчас эталонным считается гравиметрический метод, то есть это частицы взвешиваются, там куда-то их нужно собирать, относить в лабораторию и так далее, то есть эти датчики так делать не умеют, но зато они умеют как раз измерять среднесуточную концентрацию, то есть как раз в онлайн-режиме смотреть, вот мы знакомились с диссертациями как раз института МЧС питерского, они использовали именно лазерные такие датчики, но не такие, а те, которые сертифицированы в России, тоже американский датчик даст тракт, там еще какие-то есть, они стоят уже там 300-500 тысяч рублей, вот, они как раз ими пользовались, то есть для докторской или кандидатской диссертации используют тоже лазерные датчики. Ну, надо понимать, что все равно показания, они более-менее одинаковые будут, и если мы обойдемся с датчиком за стоимостью за 3500 тысяч, мы просто охватим больше за меньшее деньги, а если уже действительно проблем будет, то да, чиновники могут уже от бюджета установить уже нормальные станции и мониторить уже официально сертифицированно. А у нас сейчас на связи Василий Хорошилов, гражданский активист, муниципальный депутат Академического района Москвы, создатель общества БрифМоскул. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Кирове мы очень хотим, чтобы у нас появилась система общественного контроля за воздухом, примерно такая, как есть у Вас сейчас в Москве, насколько я понимаю. Вот БрифМоскул, карта онлайн, можно сразу посмотреть, что происходит, в каком районе, какое состояние воздуха по разным показателям. Скажите, пожалуйста, а вот зачем эта карта нужна? То есть помогло ли это решить какие-то проблемы в большом пыльном городе Москва? В Москве есть официальная система, поэтому у нас немножечко более сложная ситуация. Но в официальной системе много недоверия. У Вас ситуация другая, как я понимаю, У нас нет никакой системы, да. Поэтому, но в любом случае людям интересно знать, чем они дышат. Если они не верят официальной системе, они идут на общественную карту, смотрят, что там. И тут прямо на сайте можно, тут есть какая-то инструкция полностью, как сделать этот датчик, где его заказать. И я так понимаю, вы оказываете какую-то помощь по консультации. Как это все правильно сделать? Ну, это придумали, это придумали не мы, это придумали в Германии в 2015 году. И мы просто посмотрели, пообщались, и стали все то же самое для нас, для россиян на русском языке объяснять, показывать и собирать. Вот все карты, которые видно, все станции, которые видно на карте сенсор в комьюнити, были собраны практически с нашей помощью. За год их около 200 штук, наверное. Василий, вот вопрос доверия официальным данным. Насколько вообще расходятся те данные, которые собирают с помощью активистов и те, которые предоставляют официальные лица? Я бы сказал, что они не расходятся сейчас. Но если раньше были ситуации, когда официальные станции в какой-то момент выключались, то сейчас смысла выключать их нет. Потому что тогда это привлечет еще больше внимания и все побегут смотреть на неофициальную карту. То есть можно сказать, что в тонусе держат такие неофициальные станции? Я думаю, что да. Я думаю, что да. А вот есть ли какие-то результаты в каком-то районе стабильно нехорошие? То есть видно, что там не рекомендуется жить людям. Что делать в такой ситуации? Что вы делаете? У нас есть, наоборот, хорошие результаты, где люди жаловались на сжигание отходов в промзоне и объединились в группу, в том числе установили много станций и стали как-то общаться, реагировать и выезжать ночью, когда были сжигания, вызывать полицию, пожарных, и им получилось остановить эти сжигания. Сейчас, говорят, намного реже это происходит, практически сошло на нет. Вот это то есть станции здесь лишь один из инструментов, но, как они утверждают, это им сильно помогает ночью, когда дыма не видно, чувствовать его датчиками. Да, и вот еще вопрос, наверное, последний. Сколько стоит сделать, вот, получить этот датчик и установить его у себя? Требует ли он какой-то технической калибровки постоянной? Может ли сделать обычный человек, вот мы с Дашей поставить у себя за окном этот датчик? Ну, мы для тех, кто не умеет собирать, втыкать проводочки, подключать компьютеры и так далее, мы проводим семинары. То есть, у нас мы уже выезжали из Москвы с таким семинаром в Питер, сейчас поедем во Владимир, и в принципе, не всем людям это просто, но если человек с инженерным образованием умеет собрать компьютер, то он сможет собрать такую штуку. Стоит она, смотря где покупать детали, от 1600 рублей до 2000. Ну, это такие датчики, которые нужно собирать. А еще вот эта карта, которая, немецкая карта luftdaten.info, вот на которой... Сенсор Community она сейчас называется, они поменяли название. А, вот, Sensor Community. Туда можем и мы подключиться как город Киров на эту карту. И это будет абсолютно свободно и бесплатно, да? Да, да, да. Этот проект, он по всем мире существует именно так. Вы собираете датчик и регистрируете его на этой карте. А если у нас будут другие датчики какие-то? А если они собраны на этой платформе с этим программным обеспечением, которое в сообществе поддерживается, и он поддерживает часть, там, некоторые там датчики, то есть не только один тип датчиков, так скажем. Если вы хотите что-то совсем другое, другие контроллеры, другие программы, ну, вы просто пишите код, который будет в том же формате отправлять туда данные. Ну, в общем, все реально. Спасибо большое, Василий. Это у нас на связи был Василий Хорошилов, гражданский активист, муниципальный депутат и создатель общества Бриф Москва, который мониторит состояние воздуха в большом городе Москва. Я хотел сказать тут насчет решений, как раз, которые, ну, Василий сказал, что там, ребятам, некоторым помогает бороться с какими-то источниками загрязняющими. Вообще, у нас, в принципе, есть, ну, мы делаем это для того еще, чтобы, ну, как вот я говорил, что большая часть источника PM это автотранспорт, у нас есть решения, которые будут снижать трафик, как раз, как Григорий говорил, там, на перекрестках, и вот эти показания, они будут еще одним, как бы, таким инструментом. Надеюсь, будет веским доводом причемников, понять, что это проблема. Да, каким-то доводом, чтобы еще вот с этой стороны подойти и вот эти решения их рассмотреть, хотя бы прикинуть. Ну, то есть, правильно я понимаю, что Вы не только вскроете, грубо говоря, проблему, но у Вас уже на данном этапе есть пути ее решения? Да, да, у нас есть просто некоторые предположения, есть пути решения, и мы для себя, конечно, тоже хотим понимать, насколько, правда, эта проблема существенна, посмотреть, насколько данные все-таки, ну, то есть, да, тоже уже тут озвучивали, что, допустим, российские нормативы, они намного мягче, поэтому мы не хотим ориентироваться на российские нормативы, нам это не нравится, давайте снижать тоже наши нормативы, потому что рекомендации ВОЗ совершенно другие, а Российская Федерация, она придерживается, конечно, ну, то есть, она сотрудничает со всеми, там, с ООН, с ВОЗ и так далее, поэтому, ну, ситуация будет сложнее, то есть, да, будут там официальные источники говорить, что превышений ПДК нет, воздух у нас чистый, вообще измерять ПМ там не обязательно, как нам писали в свое время тоже чиновники, ну, вот, может быть, эта ситуация тоже как-то исправится. Ну, смотрите, да, Григорий до этого говорил о том, что Марат Френкель в свое время предлагал закупить эти станции и поставить их... Да, у нас примерно та же самая идея получается. Каких-то... ну, вот я только не понимаю, это куда угодно, да, Григорий сказал, понатыкать их, их действительно можно ставить куда угодно или есть конкретные места? Это уже четкие понимания, то есть, это должен быть уровень второго этажа, это должно быть 10 метров от дороги, это... ну, там у нас вот те карты, которые... То есть, есть какие-то критерии? конечно, есть критерии, и соблюдая эти критерии, только так датчики будут показывать адекватно актуальную цифру, то есть, мы будем ориентироваться на это при установках. У нас на данный момент сейчас есть 7 точек, людей, которые подходят под эти все правила и которые хотят установить датчики. Мы сейчас прервемся на полторы минуты, а после еще немного поговорим о том, как вообще вся эта система будет работать и сколько всего в итоге нужно нам этих датчиков. Продолжаем дневной разворот. Анатолий Курбатов, координатор движения Красивый Киров и Игорь Благин, организатор движения Красивый Киров у нас в гостях. До перерыва мы начали говорить немного о том, как будет выстроена, ну, в идеале, по крайней мере, если соберем денег на датчики, эта система, сколько вообще всего планируется этих станций, да, Соня, что-то? А насколько я понимаю, то есть тут не то, что организованно нужно собирать, это каждый час. Да, каждый час, то есть у нас вот мы собрали организованно 8 тысяч небольшим, ну, плюс у нас еще как бы свои деньги туда не вложены, и плюс у нас есть 7 людей, которые готовы закупить и поставить приборы там, ну, соответственно, да, с нормой. Да, и плюс еще мы, ну, была такая вот у Анатолия идея в свое время, ну, вообще вот сеть мониторинга мы начали обсуждать еще года 2-2, полтора назад, наверное, тогда не срослось, сейчас вот инициатива там появилась, и все это реализовали. То есть можно договориться еще с застройщиками, например, с тем же железом? А можно... Мы еще с ними не общались. Можно с мегафоном, условно, у которого стоят эти вышки двойного назначения, то есть можно каждый стол поставить, я знаю, что они эту тему сейчас обсуждают, то есть они обсуждают пока возможность предоставления столбов, и, соответственно, Wi-Fi, доступ, и интернет, как бы, и электричество, а вполне возможно, вот они часть какую-то купят и установят сами, да, это будет для них положительная история, как для бренда в Киеве, потому что для них затраты большие. А с застройщиками можно договориться, чтобы они в своих микро-ранионах каких-то тоже эти датчики устанавливали, не знаю, для продаж квартир, может быть, какие-то дополнительные... Нет, я тут имела в виду именно сведение этих данных в какую-то общую базу, да, вот по типу, как вот эта вот онлайн-карта. Ну, она будет, она будет не только на карту, то есть там, по большому счёту, этих карт типовых почти 10 штук, и они где-то более масштабные, где-то менее масштабные. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас наши данные выгружались на все карты абсолютно. То есть кому, кто с айфона, там у них своё предложение с компьютера, там своё, с андроидов, там другое. Вообще, конечно, вот все эти датчики, которые мы рассматриваем, понятно, что мы сертифицированные, там и стационарные большие датчики, которые геометрическим методом измеряют эту концентрацию, купить не можем, потому что они стоят каких-то гигантских денег. Но как сигнальные какие-то показатели, то есть мы можем на них... Сигнальные исследования. Ну да, мы можем на них ориентироваться. И в своё время мы тоже общались в кафедре гигиены Медуниверситета Сергеем Борисовичем Петровым. Его тоже эта тема интересует, мы договаривались с сотрудничеством по этой теме. А ещё его возмущают ответы нашей Миссией Мир Природы, к которому на каждый ответ прямо так эмоционально реагировал. Ну, мы не будем кишечную переписку выкладывать, но его не устраивает ответы нашей Мир Природы. Сильно. И он... Ну, его эта тема тоже интересует, и он готов подключиться к анализу, допустим, этих данных, как они влияют на здоровье. То есть сейчас они это делают по моделям различным, то есть они там разделяют фракции, ну вот, из общей фракции пыли, там смотрят, какой процент, может быть, ПМ 2,5, какой-то процент ПМ 10, и уже оценивают, как это влияет на здоровье. Но это конкретно уже тема, допустим, Министерства здравоохранения и Медуниверситета, потому что в своё время мы писали в Министерство охраны окружающей среды, в Министерство транспорта, и все как бы присылают отписки, что это не их тема. Там логика довольно простая получается, то есть мы сейчас теряем только от выхлопов автомобильного личного транспорта более миллиарда рублей ежегодно в экономику, то есть это как раз решение проблем, там, здоровье и все прочее, плюс более ранний смерть, чем люди могли прожить, то есть это экономический потенциал области теряется. Естественно, когда будут показания, можно будет легко выстроить как бы закономерность от того, как это идёт. Плюс нас консультирует Ревич, который приезжал на Кироворуменфорум, да, Нобелевский лауреат, он сейчас в Москве, как у него там правильно должность звучит. Ну, то есть, вот Игорь сейчас, наверное, расскажет. Ну, насчёт должности я там прямо не скажу, ну, не знаю, как она у него звучит, он там не подписывает свои письма, свою должность. Вот, ну да, но мы связывались через него с МОСЭКом, мониторингом, нас консультировали по поводу этих датчиков, какой там лучше выбрать, как на какой датчик влияет, например, погодные условия, влажность, туман, они тоже там повышают иногда концентрацию. То есть, это не наша частная инициатива, там, Игорь и Толик, то есть, мы действительно пытаемся ведущих экспертов России подключить, чтобы они помогли нам всё сделать правильно и качественно. Ну да, да, чтобы проконсультироваться, конечно, и вот диссертации, которые я нашёл тоже там людей из института МЧС, то есть, очень интересно, но они конкретно по Санкт-Петербургу считали там как выхлопы в пределах кольцевой автодороги и как у них новая ещё за... Ну, в общем, ещё новая какая-то у них там построена магистраль объездная, то есть, как выхлопы, ну, насколько там сильный трафик, как выхлопы влияют на близлежащие там дома, на людей, которые там рядом живут. Вот смотрите, да, только когда появилась эта тема в соцсетях, всё равно большинство людей, ну, как у нас принято всё это делать, начали сваливать на, так или иначе, на промышленные предприятия. То есть, тут же в комментариях вылезли БХЗ, КЧХК и Дороничи, и вообще... Ну, БХЗ и Дороничи я упомянул в комментариях, ну, в своём посте, только это, чтобы привлечь внимание. Мы сейчас, поиспользуя мобильные вот эти данные, мы прекрасно понимаем, что вред от этих предприятий, конечно, минимальный. Он больше, конечно, запах какой-то есть, но для здоровья, для вреда, для здоровья, по большому счёту, они несут тот... И сравнивать его с тем вредом, который приносит выхлопные газы от машин, он, можно сказать, ничтожен. Мне кажется, просто людям психологически комфортнее думать, что причина плохого состояния воздуха, причина плохого состояния здоровья их и их детей не в них самих, а вот в каком-то непонятном... А именно в них оказывается. Пока предполагаем, что, скорее всего, в них. Ну да, тут, конечно, нельзя так говорить, что они там не хотят так думать или просто они, возможно, ну, где-то заблуждаются, где-то у них нет информации, то есть нужно в этом плане их просвещать. И, ну, и в основном, да, мы уже тут говорили, что основной источник КПМ – это выхлопы, истирание шин, тормозных колодок дорожного полотна на носные частицы, то есть это пыль, и когда, допустим, погодные условия изменяются, эти на носные частицы поднимаются все вверх, то есть люди здесь же по тротуарам, допустим, ходят, всем этим дышат. Потом есть еще вторичные взвеси, это когда уже выхлопы автомобиля, они там в атмосфере происходят, химические реакции какие-то, и появляются там нитраты, сульфаты, которые также, ну, такого же размера становятся там мелкодисперсные, два с половиной там наномикрон. Вот. То есть и мы всем этим дышим. Понятно, эти частицы невидимые, у них нет запаха никакого, но вот на смертность, вообще на заболеваемость не очень сильно влияет. Ну, и вообще известно по статистике вот в Кирове на первом месте у нас среди причин смертности это онкологические заболевания, системы кровообращения. И как раз вот эти мелкодисперсные частицы, они влияют, то есть являются тоже причиной. Игоря Багина, это исследование в СМИРА, организация здравоохранения. Ну да, и вот в Европе там было последнее исследование, самое большое, там, под 22 когортом, ну, они нашли прямую зависимость вот влияния этих мелкодисперсных частиц на здоровье. То есть, естественно, нужно это отслеживать, и нужно, там, этот показатель снижать и искать какие-то решения. Те вот мобильные устройства, которыми вы пользовались, они вообще какую картину показали? Не все так плохо в Кире, скажем так. Есть очаги, где довольно критично, да, вот как Игорь сказал, это район ЖД вокзала, это район от площади Лепси до ОЦМ, там, видимо, все-таки предприятия, какие-то дают, да, и это, конечно, все перекрестки, вот там, у Филармонии, у ЦУМа, то есть, где постоянные пробки, где... Да, насчет автотранспорта еще что-то можно сказать, вот Анатолий говорил, что кто-то катализаторы убирает и так далее, но надо еще сказать, что у нас, ну вот, из, там, количество зарегистрированных автомобилей, там, большая часть, это старые отечественные автомобили, у которых даже, там, экологического класса нет, например. Понятно, что у них, там, зашкаливают эти тоже все выбросы, и автомобилей этих очень много, ну вот, тоже и по статистике можно опять повториться, что 90% от всех этих выбросов, это именно личный автотранспорт, и когда начинают говорить, там, про общественный транспорт, ну, если, количество насравнивать, его не так много, там, если... У нас всего 500 автобусов. Да, 500 автобусов в день выходит в рейс. Даже если учесть, что они за собой тянут, этот черный хвост. И 45 тысяч машин. тысяч автомобилей, из которых, там, больше половины, как раз, без экологического класса, без канализаторов и так далее. Ну, и в итоге, вот давайте у нас несколько минут, хотя бы, там, я не знаю, там, по двум, по трем пунктам пробежимся, вот в итоге, тут вскрыли мы проблему, какие предложения, ну, даже вот в адрес, там, официальных лиц, что делать, чтобы ее решить? Вот эти вот перекрестки, например, вот взять конкретно этот Щерса, что там сделать? Из конкретных решений, например, если брать платные парковки, одно из решений, оно уменьшает перепробег автомобиля, то есть, чтобы не увеличился перепробег в поисках, там, парковки своей, да, улица запаркована, например, негде пропарковаться, там, кто-то приехал на работу и так далее. Это одно из решений, организация движений, чтобы, ну, сократить, допустим, пробки, то есть, регулировка движения, грубо говоря, чтобы автомобиль не... не стоял, но более качественные, чтобы меньше люди пользовались личным автомобилем, чтобы было больше возможностей выделенные полосы, то есть, на самом деле, связь вроде бы не очевидная, но вот эти же выделенные полосы влияют не только на пассажиропоток, увеличение пассажиропотока, как раз экономика, там, автотранспортных предпятий и так далее, но еще мы выходим как раз на решение вот этих экологических проблем, то есть, тоже нужно их рассматривать. Ну, и, наверное, прийти уже к тому, что уже пришли, в больших городах Европы и даже маленьких, все-таки запрет на старые автомобили, то есть, там, евро-1, евро-5, то есть, ну, да, да, ну, у нас тоже... в Лондоне недавно закрыли въезд для автомобилей, которые старше, там, какого-то возраста, то есть, чтобы в центре Лондона, где большой трафик, чтобы не было такого качества... в наших нормативах сейчас были последние изменения. Ну, то есть, это можно делать через повышение налогов на старые автомобили, допустим. У нас появились тоже изменения в нормативных наших документах, появились новые знаки, как раз ограничивающие въезд для неэкологичных автомобилей, то есть, так же можно... Но очень часто, я вот замечала, используют вот прям совсем... Я даже не знаю, как это движется. Развозят по ларькам, по овощным, вот с этих... с овощных баз на старых копейках. В основном, четверках. Четверках и двойках, которые... Правда, она едет, вообще непонятно, как она едет. Мне кажется, она только на лошадиной тяге может работать. То есть, я не разбираюсь в машинах, но что-то там иногда очень сильно начинает громкие звуки издавать, и от этого еще больше дыма. Ну, в общем, таких умельцев хватает на Руси, которые что-нибудь снимут, лишние фильтры, главное, чтобы это было все либо дешевле, либо быстрее. Вот здесь, когда мы говорим об автотранспорте, важно вот, ну, держать этот баланс и кого-то там не обвинять больше, чем остальных, потому что вот из структуры вот этих мелкодисперсных частиц мы говорим про выхлопы, да, это какая-то часть, там, например, половина, еще какая-то часть, это истирание шины, тормозных колодок, и они могут истираться у всех автомобилей, и так и получается, то есть, ну, кто-то вот больше ездит, там, по городу, работает, ну, на хорошем автомобиле, вроде бы у него там все в порядке с выхлопами, у него там вообще может быть как раз гибридный автомобиль какой-то, электромобиль и так далее, но, тем не менее, он тоже генерирует. Человек вклад он вносит. Да, да, да. Да, но как тут не посмотреть, все пути идут к нормальному городскому пространству, к зеленым заграждениям, к отсутствию пробок. Ну, и еще, вот эти, кстати, все частицы, звесь, они фильтруются не деревьями, они фильтруются газонами, которые у нас в Кирове прямо истребляют один за другим, да и вообще, в принципе, у нас газоны в Кирове, наверное. Аптомобили проключены. Да, ну, нет, они выстригают постоянно, у нас газоны превращают из пыли задерживающих в пыле образующие, то есть мы видим вот эти все прогаливания, после как их постригут по несколько раз за сезон, да, там просто рывы тоже не остается, и они, наоборот, начнут пылить, да, то есть вот эти все меры, если мы увидим, что у нас есть проблема, да, то, соответственно, какие-то пути, я думаю, что и чиновники, они тоже не глупые люди, они начнут их как-то решать. Вот это, мне кажется, самая важная вещь, да, чтобы в какой-то момент чиновники приняли все эти доводы. Ну, это все обсуждаемо, то есть мы... Легче обсуждать и конструктивный диалог выстраивать, когда у тебя есть какие-то данные, на которые можно опираться. Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», и Игорь Багин, организатор движения «Красивый Киров». Спасибо большое вам за эфир, за информацию. Мы с Соней вернемся через 20 минут. Спасибо.